ребят всем привет сегодня просматривал карты google выбирал для себя очередной маршрут для путешествия куда бы я отправился и снял видео и наткнулся на монастырь раковица рядом с которым находится церковь вот она впереди уже меня и целебный источник это вот на той стороне а что самое главное все это находится рядом с белградом вернее даже в его черте черте города поэтому собрался и поехал вот это первое здание светлая это церковь святителя николая мериклийского я зайдем ее посмотрим и дальше уже монастырь вот такая церковь хоть я так понимаю с той стороны надо бы час обойти сначала тогда церковь потом пойду на ту сторону в источник и конечной точкой будет монастырь монастыря интересная история он построен по моему в 15 16 веке на склоне смотрите какая-то плита там ни одна даже такой вот что заглянем на церковь закрыта добирался я сюда на автобусе на городском обычном на этом ни одна он еще стена идет не знаю ли это укрепление чтобы суда не обваливалась либо это какие-то старинные закладки старинные кладки вернее перед церковью большая парковка это источник святой называется он источник святой петки говорят что именно у этого источника прозревали слепые ходили обездвиженные бесплодные женщины впоследствии могли родить вот так здесь расписано источника пока не вижу может он внутри хотя вот здесь вот такой типа рыб речка бежит закрыта смотрите на дверях росписи а это все вроде как металлическая на из металла где же самый источник добром ключ источник закрыт я понял что ключи находятся в монастыре я хотел водиться и спить ну значит не судьба рядом видите вот небольшая речушка сам источник наверное идет с холма и находится внутри все тогда идем в монастырь подхожу к монастырю спросил у парни здесь проходили мужской все таки это или женский монастырь говорит что и мужской и женский рядом здесь тоже видите источник сейчас посмотрим я везде открываю краник и смотрю если вода дата указана 1389 1815 но здесь вижу что нету вентиля поэтому не открою ну там уже листья наверное когда-то все таки здесь вода была сейчас пока не вижу ну да наверное уже ее нету закрыта вот такой вход монастырь больше похож на крепость а вот эта верхняя часть но и нижнюю саду слева страна будут так и назвать похоже на найти на турецкую постройку чем-то вот тут как достаточно большая территория монастыря так наверное надо ее начать осматривать с левой стороны пойду с той стороны чтобы ничего не пропустить вообще монастырь раковица он как бы относится к сербской православной церкви а посвящен он архангелом михаилу и гавриилу впервые он был упомянут в путеводителю феликса питанчича в 1502 году также был упомянут в 1560 году в турецких источниках когда была перепись населения в 1701 году монастырь упомянут был в грамоте валашского князя константина бранковяна бессарабского в ней говорил что монастырь был построен добрым христианином покойным воеводы радулом который был хозяином страны валахия а предполагается что речь идет о валашском герцоге радуле черном черный воевода пока не вижу никаких церковнослужителей а про валахию хотел сказать что что валахии это область которая расположена на юге современной румынии а вообще изначально монастырь находился в деревне раковица ну здесь рядышком там проходил перекресток через который турки в 1590 году шли на вену и он был разрушен а в 16 веке монастырь перенесли на это место кстати в 1905 году в монастыре была открыта первая в сербии монастырская школа такая небольшая территория на самом деле оттуда казалось больше здесь еще что примечательно на территории был похоронен сын милыша абреновича а одна из частей монастыря названа в честь жены милыша любицы гостиница любицы называется здесь же похоронен вас очарапить это один из лидеров первого сиапского восстания вот здесь и указано видите ефрема бренович тут кстати из династии бреновичей несколько человек было захоронено там еще одна надгробная плита но уже трудно трудно уже разглядеть что там написано видите под ногами тоже здесь что-то наверно еще можно почитать здесь тоже смотрите я смотрю что многие заходит вон что помещение сейчас тоже туда зайду посредине беседка там вон в конце тоже надгробные плиты и колокол признать на можно зайти закрыта посмотрим здесь что а вот и вася чиропич пойдемте на ту сторону там посмотрим что беседка это что-то вроде трапезной видите стол стоит скамейки хочу посмотреть что там за колокол так но пока не вижу ни одного не монаха не монахи так туда можно пройти нет себастьян рож инженер в 1917 году здесь похоронен а тут смотрите прям в стене это встроена плита ну тут видно что же что старое вот что-то было потом цветочки просматриваются еще вкладки так наверное можно пройти дорожка здесь протоптана какой огромный колокол смотрите новый сад написано александр караджо джойч первый старая плита про видно ко всему этому можно прикоснуться она поломанная и на стене вот тоже большая мемориальная плита 1912 1913 год некоторые имена фамилии уже стерты но все еще можно разглядеть да кто здесь видимо похоронен тоже старый крест деревянный пойдемте туда посмотрим теперь а вот сюда можно зайти поставить свечку так а я смотрю он женщина пошла туда открывать я тоже туда попаду по крайней мере попробую это сделать с ней зайти а можно можно лабардан а можно видео нельзя ребята все же это женский монастырь вот в том корпусе можно зайти там иконы находятся снимать там тоже нельзя поэтому не смог снять ну в общем не разрешили мне снять внутри снаружи год снимаете а внутри нельзя ну странно конечно почему нельзя вот такие правила ничего с этим не поделаешь вот такой небольшой монастырь вот такой небольшой монастырь совсем небольшое путешествие самое главное что она рядом с городом с интересной историей поэтому если будете рядом в городе и вам у вас мало времени до куда-то ехать далеко в какой-то монастырь там в родник или еще куда то вот пожалуйста я ехал сюда минут 30 на автобусе поэтому приезжайте все ребят на этом буду заканчивать с вас лайки подписка на канал всем пока пока